Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении. Очевидной выпуск новостей сегодня в эфире. Пресс-релиз Международного суда коренных народов 6 ноября 2019 год. Церковь Святой Малинея в Муше находится на грани разрушения. Эрдоган с большим трудом контролирует юго-восток страны, оккупированную Западной Арменией. Дамаск угрожает атаковать турецкую армию Врас-Эль-Айн и Таль-Абьят. Трамп и Эрдоган подтверждают, что их встреча состоится 13 ноября в Вашингтоне. Армянский деятель из Константинополя представила коробку спичек на армянском языке начала 20 века. Иоанн Алао, Каёс Саялла. В следующем месяце Международный трибунал по коренным народам рассмотрит три основных случая исторической и современной несправедливости, совершенной в отношении коренных народов. В начале мая 2019 года платформа Global подарила три отдельных петиции в Международный трибунал по коренным народам и в поисках эффективных средств правовой защиты, компенсации и реабилитации в ответ на историческую и современную несправедливость, совершенную в отношении коренных народов. Организация призывает по делу 01 короля Испании, его наследников и преемников правительства Испании и его ведомства народ Испании привлечь к ответственности за историческую несправедливость, совершенную в отношении коренных народов. Кайосалая в 1493 по 1783 годы, а также обеспечить эффективные средства правовой защиты, восстановления и компенсации. Призывает по делу 02 привлечь к ответственности королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ее наследникам и преемникам правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ее учреждениям и народов за исторические и несправедливые действия, совершенные против коренных народов. Кайосалая с 1609 года по сегодняшний день не обеспечить эффективные средства правовой защиты, средства правовой защиты и репараций. Призывает по делу 02 привлечь к ответственности президента Франции, правительства Франции, его ведомства, а также народ Франции за историческую и современную несправедливость, совершенные в отношении коренных народов. Кайосалая с 1635 года и обеспечить эффективные средства правовой защиты, средства правовой защиты и репараций. Международный трибунал по коренным народам ИПИК рассмотрит уже указанные дела до 15 декабря 2019 года. Подписано председателем Международного трибунала по коренным народам Альберт Диттервиль. Церковь Святой Марии, расположенная в районе Калэ Муша в Западной Армении, была оставлена на произвол судьбы. Церковные стены и крыши рухнули, а на оставшихся стенах образовались трещины. Как и многие другие исторические места, в городе церковь систематически подвергалась нападению казнокрадов и золотоискателей. Решением Совета Министров 2012 года церковь и прилегающие территории, где было много древних армянских построек, были объявлены городскими преобразованиями. Впоследствии суд запретил любые действия, связанные с церковью. Церковь Святой Марины была одной из семи церквей Муши. Она считалась самой красивой церковью Торона. Ни одна из существующих церквей в районе Муш Западной Армении сегодня не работает. Более того, все они были осквернены, разрушены или же разграблены. Турецкие власти отправили в отставку мэра Кызыл-Тепе Нюлюфер Элик-Илмас. Она из юго-восточной провинции Мардины и является членом прокурдской демократической партии народов. Против Илмас проводились расследования по обвинению в сотрудничестве с рабочей партией Курдистана, запрещенной в Турции. Таким образом, мэр Кызыл-Тепе стала 14-м градоначальником, отстраненным в последнее время от занимаемой должности. Ранее своих постов лишились мэры Диарбекира Ивана, оккупированная Западная Армения, которых тоже обвинили в различных преступлениях, включая членство в РПК. Первая волна смены меров в городах юго-восточной Турции, где компактно проживают курды, прокатилась еще в 2016 году, накануне проведения конституционного референдума по переходу от парламентской к президентской форме правления. Противостояние между Анкарой и курдами в разной форме происходит на протяжении десятилетий. С 1984 года курды начинают партизанскую войну против центральных властей, ставя целью создания автономии на территории Турции. Европа начинает рассматривать положение курдов в Турции в общем контексте курдского вопроса. В свою очередь некоторые наиболее продвинутые западные эксперты считают, что предпринимаемая президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом зачистка политического пространства на юго-востоке страны от потенциальных сепаратистов только осложняет ситуацию. И вместо «подмораживания» вопроса он потенциально может утратить контроль над некоторыми велоэтами страны. Другой сценарий. Вернуть в парламент Турции курдскую партию и обозначить ее сопричастность к принимаемым в стране решениям на платформе сохранения территориальной целостности страны. Ведь не все же курды в стране сепаратисты. Но кто в Анкаре сегодня способен на такую смелость? Если Турция не покинет Таль-Абят и Расуль-Айн, сирийская армия захватит эти территории силой, заявил источник в правительстве Сирии в среду 6 ноября. После подписания соглашения между сирийскими демократическими силами и Дамаском, когда сирийская армия вошла в северные районы своей страны, Анкара начала сражаться за свою истинную цель, напав на Сирию, отметил источник на сайте Al-Ahet News. Это соглашение нейтрализовало предлог, по которому Турция продолжила вторжение в Сирию. План Эрдогана полностью провалился. Когда сирийские войска вошли в восточные и северо-восточные районы страны, добавил источник. Когда сирийские войска будут полностью развернуты вдоль границы, совместные российско-турецкие патрульные службы будут завершены. Согласно этому источнику, продолжение проведения этих патрульных операций в пограничных районах полностью исключены. Если политический процесс возвращения Таль-Абады и Расуль-Айна не будет успешным, военный вариант останется единственным решением для прекращения турецкого захвата этих регионов, повторил президент Сирии несколько дней назад. По словам президента Сирии, военный вариант также находится на столе, чтобы вывести террористов из Идлиба, северо-запад. Он сослался на недавнее соглашение между русскими и северно-сирийскими курдами, направленное на облегчение ввода сирийской армии в северные районы. Президенты Турции и США Раджеп Тайпер Даган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство Анадулу со ссылкой на администрацию турецкого лидера. В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах. В свою очередь Трамп в Твиттер охарактеризовал телефонный разговор с Даганом как «очень хороший». Член оппозиционной Республиканской Народной Партии Турции армянин Нурхан Читынькая разместил на своей странице в социальных сетях столетний спичечный коробок с армянской маркировкой, сообщает news.am. На сегодня у нас все. Далее мы представим Вашему вниманию песню Генея Нурхан. Генея Нурхан Полные версии видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.